Вторая часть пленарного заседания депутатов законодательного собрания края выдалась весьма продуктивной. Обсудили и кадровые перестановки, и бюджет за 2017 год. Но самые горячие споры разразились вокруг законопроекта об отмене дополнительных ограничений на розничную продажу алкоголя. Напомню, по федеральным нормам законно отпускать горячительное с прилавков магазинов можно с 8 утра и до 11 вечера. Но региональные власти вправе сами уменьшать это время. По мнению депутатов Юрия Коно и Владимира Иванченко, которые выступили авторами законопроекта, подобная мера, принятая в Забайкалье при экс-губернаторе Ильковском, наносит краевой казне ощутимый ущерб в виде несобранных налогов. Да и точек нелегально торгующих алкоголем после 8 вечера за последние годы стало ощутимо больше. Но у некоторых депутатов на этот счет свое мнение. У меня вот такое, извините, впечатление, как будто мы тут с ума сошли, что ли. И вот вместо того, чтобы создать условия для работы, обеспечить нормальными рабочими местами, заставить управление внутренних дел работать так, как надо с нелегалами, мы разрешаем сегодня спаивать, я это слово не побоюсь, народ с 8 утра до 11 часов вечера. Ну, коллеги, мы что делаем вообще? Многие коллеги с коммунистом Белоноговым в корне не согласились, ведь, по их мнению, поправка невыгодна экономически, да и большинство опрошенных забайкальцев проголосовали за ее отмену. По итогу решение об увеличении времени продажи алкоголя было принято не единогласно, но и с явным перевесом большинства. А это значит, что уже в конце июля спиртное на территории края можно будет законно приобретать с 8 утра и до 11 вечера. Видел всякое уже, от полного запрета до полной свободы. И скажу вам так, что время реализации алкогольных напитков регулирует только способ его продажи. И, как мы видим, еще и даже стимулирует нелегальную торговлю. Вот это факт. А что касается пьянства, как социального явления, то, по моему глубокому убеждению, причиной является низкий уровень жизни. Мы уже говорили о качестве жизни, что наше место 81-е. Вот это истинная причина пьянства. Это безысходность нищеты и несправедливости. Еще одним социально значимым вопросом в сегодняшнем обсуждении стало увеличение размера выплат семьям, которые решили взять под опеку подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Такая мера, по мнению министра соцзащиты населения Андрея Федотова, станет стимулом для приемных родителей не бояться брать в семью уже взрослых детей. Дети, которые из старших возрастных групп, они меньше устраиваются в семье. Поэтому это самое трудное устраивание в семье группы. Поэтому основная задача данного проекта – это все-таки простимулировать семьи для усыновления. То есть передача детей в приемные семьи и другие виды замещающих семей. На сегодняшний день такая работа министерством проводится. Я считаю, что она достаточно неплохо проводится. То есть если на начало 2016 года таких детей в банке данных было более 2000, то на сегодняшний день таких детей 1620. Этот законопроект депутаты одобрили единогласно и сразу в двух чтениях. На этом краевой парламент второго созыва завершил свою работу. В сентябре жителям края предстоит избрать новую законодательную власть за Байкалия. Полина Харченко, Дмитрий Пенигин. Время новостей.